МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1989 год. Бушуют природные катаклизмы. С карты мира исчезают одни государства и появляются другие. Однако о реальной угрозе человечеству никто не знает. К Земле приближается 300-метровый астероид Асклепий. Асклепий прошел через точку, в которой наша планета была лишь несколько часов назад. Этот случай взбудоражил ученых, военные ведомства и департаменты госбезопасности. Огромную часть малых по космическим меркам объектов, которые стремятся к Земле, нельзя заметить в современные телескопы. Метеорные потоки идут от Солнца и не видны в оптическом диапазоне. Их называют тауридами. Возможно, из такого потока вырвалось тело, упавшее в районе реки Тунгуски в 1908 году. Тело диаметром 50 метров за счет скорости оказалось сильнее водородной бомбы. Упади метеорит на 7 минут раньше, Санкт-Петербург был бы стерт с лица Земли. В 2002-м подобное тело могло принести немало бед. В 700 километрах от Иркутска упал Тунгусский метеорит 21 века. Специалисты нарекли его Витимским телом по названию реки, возле которой это произошло. Но ученые полагают, что это был вовсе не метеорит, а обломок кометы из смеси льда, пыли и замерзших газов. После его падения образовались токсичные вещества. Падение тел из космоса пока обходится без человеческих жертв. Самая крупная размером в 20 километров когда-то упала на территорию Южной Африки. Теперь это кратер Вредефорд диаметром в 300 километров с городами и селами внутри. Но самый серьезный след в истории оставила комета, столкнувшаяся с Землей в районе мексиканского полуострова Юкатан. У человечества есть еще шанс изучить этих незваных пришельцев. В 2036 году Землю ждет встреча с 400-метровым астероидом Апофис. Угрозы столкновения ученые могут рассчитать за 7 лет до возможной катастрофы на предпоследнем витке, когда Апофис будет на расстоянии 40 тысяч километров. Наблюдение за опасными телами – задача международная. Уже успешно работает система контроля космического пространства на околоземной орбите. Россия, США и Европа следят за космическим мусором и метеоритами, которые угрожают космическим кораблям, спутникам и Международной космической станции. На базе ЦУПа в Подмосковном Королеве запущена автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Одна страна в одиночку вряд ли сможет справиться с такой крупной, серьезной задачей, поскольку каждая страна ограничена какой-то территорией, то, естественно, глобального наблюдения только с территории одной страны как бы не получается. Да и вообще достаточно дорогая, сложная и теоретически, и практически эта задача, плюс финансовая, емкая. За время полета МКС совершила более 10 маневров уклонения от опасных объектов. Кроме метеоритов, враги станции, старые спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и их фрагменты. Вокруг Земли образовался пояс из мусора, который в ближайшие годы станет серьезным барьером освоения космоса. Уже сегодня он осложняет запуски на геостационарную орбиту под угрозой работы навигационных аппаратов и спутников связи. В 2009 году американский спутник Иридиум разлетелся на множество обломков, столкнувшись с российским отработавшим аппаратом серии «Космос». И эта проблема стоит не только перед космическими державами. Информация с орбиты сегодня пользуется все человечество. Наши страны не справятся с этим без помощи других государств. В рамках кооперации с Европейским космическим агентством готовится новая система слежения за объектами на орбите. В ней будут участвовать все страны. Сегодня в России при Совете Академии наук образована экспертная группа по космическим угрозам. В ней видны ученые, представители Роскосмоса, Росатома, МЧС и Минобороны. В планах создание единого информационно-аналитического центра противодействия угрозам из космоса для того, чтобы выработать алгоритмы анализа опасности и реагирования на нее. Продолжается успешное сотрудничество с ООН, Международным астрономическим союзом, Межагентским комитетом по космическому мусору. Мы должны думать и о том, что в будущем возможны встречи планеты нашей с другими космическими телами, метеоритами, кометами и так далее. Сейчас этой проблемы нет, но она может возникнуть через десятилетие. Для того, чтобы создать для Земли прочную защиту, от такого рода неприятных и неслучайных знакомств, конечно, надо закладывать основу для международного сотрудничества уже сейчас. Одно из самых мощных средств контроля за космическим пространством российский оптико-электронный комплекс «Окно» в Таджикистане распознает орбиты опасных объектов на высоте от 2 до 40 тысяч километров. Обсерватории в Пулкове, Звенигороде, Семиизе и на пике Терскол наблюдают за космическим мусором, опасными астероидами и метеоритами уже не один десяток лет. Однако, чтобы встретить угрозу из космоса во всеоружии, этого мало. Необходимы более мощные телескопы и глобальная система обмена данными между всеми странами и ведомствами. Угроза из космоса – не проблема отдельного государства. Это вопрос планетарного масштаба. Субтитры создавал DimaTorzok